Двойняшки Маши и Даши рассказывают, в четыре года стали ненужными. Сначала был дом малютки, потом школа-интернат в Белыничах. Там учат детей с особенностями психофизического развития. Девушки вспоминают, мамой называли воспитателей. Единственный визит родной помнят, как сейчас. Она в школе приезжала, все угостяла там всякое и уехала. Мороженое, печенье, сок, лимонад. Сестры – выпускницы Хотимского профессионального лицея. Освоили специальность овощевода. Бобруйские им выделили общежитие. По закону жилплощадь дают без мебели, а сиротский капитал положен лишь после трудоустройства. Чтобы обустроить быт, вещи собирали с миру по нитке. Комплект постельного белья, два полотенца, плед, подушка, одеяло. Вот и весь скарб, с которым сестры вошли во взрослую жизнь. Существует проблема обеспечить этих девочек мебелью. С этой целью мы проводим акции из рук в руки. Обращаемся к населению с просьбой помочь в сборе мебели, предметов быта, посуды. Часть мебели раздобыть удалось таким образом. Но нуждаемость по-прежнему есть. Маша и Даша обживаются на новом месте. Показывают свои владения. В шкафах все по полочкам, на кухне поклеили обои. Свои первые блюда – макароны и гороховый суп – учились готовить по видеосвязи вместе с соцработниками. Говорят, получилось вкусно. Цель – трудоустройство, создание семьи. Они очень экономно расходуют свои деньги. Буквально пошагово со мной советуясь. Можно, нельзя. Покупают только еду и предметы первой необходимости. Зубная щетка, моющее средство, чистящее. То есть, правильно сориентированы в этой жизни. Мне кажется, у них все получится. Новая неделя начнется для Маши и Даши с волнительного события. Идут устраиваться на тепличный комбинат. Документы готовы. Признаются, куда потратить первую зарплату, уже решили. Посуда, стол надо купить, стулья, шкаф, холодильник. Еще надо, чтобы мы жили хорошо. В городе около двух сотен сирот. Единицы биологические, остальные – социальные. Территориальные центры соцобслуживания оказывают нуждающимся гуманитарную, психологическую помощь. Юридическое консультирование поддерживают материально. Сопровождение длится с 18 до 23 лет. По словам специалистов, многие дети не повторяют судьбу своих родителей. Получают профессии, устраивают личную жизнь, создают крепкие семьи. Мария Бушкевич, Максим Галеонко. Итоги недели.